Катюша, подойди ко мне, давай посмотрим, как мы выглядим. Хорошо. Прекрасно, я бы даже сказал. Куда собираемся, по идее? Гулять. По нашему прекрасному городу Архангельска, да? По ночью. Друзья, мы отправляемся на прогулочку, ну а сегодня я вас познакомлю с городом Архангельском немножечко поближе. Погнали! Катюша говорит, что она как колхозница оделась, у нее что-то не сочетается. Давайте посмотрим и оценим, по-моему, красиво. Спасибо, давай ты обсудил со всеми. Нет, все красиво, по-моему, все прекрасно. С подписчиками надо быть откровенными, когда откровенничаешь. Это не мои подписчики, это твои подписчики. Когда откровенничаешь с подписчиками, они тебя любят больше, они к тебе относятся будут по-другому. Любите меня больше, его не любите. Но на меня подписывайтесь, надеюсь. А меня любите? Окей, да, давай. Хотя бы так. В общем, получилось так, что когда я уехал в Москву, закончилась страховка на машине. Ну и Катюша сделал на тебя страховку, а меня не вписала. Короче, Катя за рулем, постоянно ездит за рулем с телефоном, а блондинка за рулем еще и с телефоном. Это вообще жесть. А вот так выглядит наш город. Пока мы едем по окраине, но уже можно наблюдать, какой он прекрасный. И по-своему, по-своему, эстетичный. Да нет, это слово эстетика вообще не подходит. А ты тоже потанцевай. Ребята, для тех, кто не видел прекрасных дорог Архангельская Па, освещается. Мы находимся в центре города Архангельска. Обратите внимание на то, какие у нас чистые, прекрасные улицы, а также прекрасные дороги. Сегодня у меня Катюша проставляется. Она у нас будет... Мог бы этого и не говорить. А что не говорить-то? Я все говорю, я со своими подписчиками очень честен. То есть тебе не стыдно, что тебя жена ведет в ресторан, а не ты? А что мне от этого стыдиться? Ты жена, ты от меня бабки получаешь. Жена просто часть тех денег, которые я ей выделяю, тратит на меня в том числе. Это нормальная тема. Так, ну вот, короче говоря, в самом центре города. Пока Катюша не вмазалась куда-нибудь, я лучше ее отвлекать не буду, я лучше поснимаю. Вообще-то у тебя 5 ДТП, а не у меня. Может быть 5, а может быть и больше. Я не помню. Слушай, может по традиции братья гриль? Или надоело братья гриль? Нет. Там вкусный салат, но почему-то Катя вон не зашла. Сейчас мы поедем по самой крутой дороге центра города. Одно неловкое движение. Катюша, аккуратно. Ты забыла, где ты едешь. Ты в Архангельске едешь, в центре города. Здесь надо на танки ехать. Угадайте, кто у нас больше всех зарабатывает в городе? Автосервисы! Автосервисы, потому что в них очереди. Потому что тачки от замены подвески до замены подвески проходят ровно 3% от гарантийного срока эксплуатации реального. О, какое предложение умное я сказал. Поставьте лайк, если считаете, что это умное предложение. Мы решили поехать в Полину. Да, что-то я тупанул. Не туда мы, в общем, повернули. Ну, ничего страшного. Ладно, мы сейчас развернемся. Ну, ничего страшного. Развернемся. Еще поворчи-ка держать. Там пешеход ее не устроил, на красный пробежал. Полина кафе. И, судя по всему, Аня вон есть там местечко. Я вижу 100% свободное. Но сегодня суббота, и оно вполне реально, что будет забронировано. Здравствуйте. Нет, ничего не заказано. Хорошо, тогда на любой свободный месте. Хорошо, тогда идите на выход. Вот стол заказан, конечно же, в окра, который нам нужен. Слушай, не нужно в трюки сидеть. Давай вот сюда хотя бы сядем. А можно вот этот стол занять, который заказан? Ну, нет, он же заказан. А он на сколько заказан? На 8? Позвоните им, скажите, что извините. Ваш стол заняли наглецы. Хватит. Смешай девочку. Спасибо. Да, она не смущается. Спасибо большое. Он даже 530 стоит в Паратове. Жена запоминает, где, сколько стоит Цезарь с креветками. Поэтому, если вы хотите ее на... Но Цезарь с креветками не получится сто пудово. Я знаю все. Цезарь с креветками в этом городе. Поэтому Цезарь с креветкой она сегодня не ест. Это не смешно. Это 700 рублей. Друзья, я в описании оставлю координаты карты Сбербанка Екатерины Сергеевны. Накидайте ей на салат Цезарь. Я заказала пиццу в Барлетто. Цезарь с креветками. Посмотрим, насколько он... А ты пиццу захотела? Да. Цезарь делает салфи. Всем привет. Мы приехали с мужем поужинать в кафе Полина. Это она сториз записывает, представляете? Она тоже блогер. И куда ты только что записала сториз, дорогая? К себе. В профиль в Инстаграм. Карелина пирсинг. Подписывайтесь. Ну, так ты покажи свой профиль в Инстаграме. Сделай рекламу. Я еще. Заплатишь вечером. Тебе принесли салат Цезарь за 700 рублей. Покажи его. Выглядит аппетитно. Сделай ням и расскажи моим подписчикам, которых у меня пока что ноль, вкусно, понравилось ли тебе. Сейчас попробую. Давай. Так, ну пока какую-то требуху закинула, сухарь закинула. Смотрю. Сейчас помидорочку закинет. Так. Яйца кусок. Креветки. Так. Итого? Ваше мнение какое? Вкусно. Вкусно, да? Угу. Ну, ты думаешь, это стоит своих денег? Угу. Стоит, да? Да. Ты рекомендуешь? Вкусно, да. Если бы ты сейчас оставляла отзыв об этом заведении, сколько бы ты ему оценку поставила? По сколькибалльной шкале. По десятибалльной? Десять. Десять? Да. А по соотношению цена-качество? Десять. Тоже десять? Ну, девять. Что ж ты, фраер, сдал назад? Девять. Креветок можно побольше было положено. Угу. Понял. Ребят, прошляпили момент. Уже все съели. Но они были просто такие вкусные. Не, реально. Суши божественные, реально. О, пицца подъехала. У нас очень вкусно. Да, суши вот прям респект. Респект за суши, да. Вот и завершается этот прекрасный денек. Мы сегодня прекрасно отдохнули в... Где мы отдохнули? В Полине. Было все круто. Катюша, сколько ставим оценочку? Давай девять, чтобы не сознавались. Девять. Девять, да. Внутри тебя наклейка. Ай, пап, прикол.